Итак, мы продолжаем запись шестого урока по контекстной рекламе, часть вторая. И немножко поговорим, опять же, тезисно, пробегаясь буквально по основным понятиям, терминам, функциям. О вещах, с которыми вы обязательно столкнетесь в данном способе рекламы. Прежде всего, важнейшее понятие, которое присутствует в контекстной рекламе, это плата за клик. По-английски звучит как pay per click и, соответственно, сокращается до трех букв PPC. Поэтому, если где-то встретите такую аббревиатуру, не пугайтесь, она не обязательно означает контекстную рекламу, она означает плату за клик. Кликать люди могут и по неконтекстным, то есть нерелевантным объявлениям. Есть и контекстные показы, то есть плата за показы. Но мы этот способ даже не рассматриваем, потому что лично мне неизвестно ни об одном успешном случае использования контекстных показов. Я точно знаю, что у того же бегуна и у гугла есть такая возможность платить не за клики, а за показы. Это менее эффективно и как-то менее справедливо, потому что вы платите не за людей, которые пришли на ваш сайт, а вы платите просто за то, что ваше объявление где-то показывается. Это нормальная практика для рекламы, потому что те же самые рекламные растяжки, которые вешаются посреди города, они далеко не гарантируют количество людей, которые придут в итоге по этим самым рекламным объявлениям. Но вот в чем действительно большой плюс контекстной рекламы относительно других способов интернет-рекламы, это возможность платить за конкретный результат, за конкретных целевых посетителей. И поэтому мы говорим только о плате за клик. Контекстной рекламы, с каким бы брокером вы ни работали, всегда присутствует возможность очень гибкой настройки. То есть это совершенно сумасшедший набор специфических терминов. Все, которые мы не сможем рассмотреть просто в силу того, что у нас нет столько времени. Вот я просто вам скажу, что данный курс бесплатный, а контекстная реклама это всего лишь один из подразделов бесплатного курса. Так уже в Рунайте существует огромное количество платных курсов по контекстным рекламам, которые многочасовые и даже некоторые многодневные. И совершенно наивно надеяться на то, что Королев уместит всю эту информацию в формат в один урок. Пускай даже состоящие из нескольких частей. Поэтому мы так насколками, голопом по Европам. А дальше уже, если моя задача просто вам целостную картину дать, вы уже дальше, если заинтересуетесь, сами разберетесь. Итак, какие же вот эти вот самые возможности гибкой настройки? География, так называемый гео-таргетинг. То есть вы выбираете, кому показывать эти объявления. Вот мы, допустим, заходили с вами на Яндекс.ру и вбивали здесь инвестирование. Так вот смотрите, что произойдет. Я сейчас вбиваю инвестирование. Как вы видите, здесь всплывающая подсказка в Амстердаме. Потому что я специально подключил себе голландский IP-адрес. Яндекс думает, что я из Голландии. И он мне показывает сайты earnfx.ru, какой-то mm6investments и marketsview.ru. Сейчас я сменю свой IP-адрес и попробую еще раз найти что-нибудь по инвестированию. Так, ничего не получилось. Он по-прежнему считает, что я в Нидерландах. Вот, теперь он понимает, что я из Минска и я могу вбить инвестирование. И мы увидим, что здесь уже на втором месте не тот сайт, который был раньше, а сайт Киберсант Инвестора. И на четвертом месте тоже сайт Киберсант Инвестора. То есть вы видите, что гео-таргетинг работает в зависимости от того, из какой страны человек заходит. Показывается разный результат. Это есть везде и в бегуне. Причем можно настраивать и город, и страну и так далее. Ключевые слова. Ну это свядая святых. То есть чтобы реклама была релевантной, она должна соответствовать неким запросам человека, который называется ключевые слова. Площадки. То есть, как я уже сказал, у каждого рекламного брокера без исключения есть своя рекламная сеть партнеров, вебмастеров, размещающих их рекламу. Так вот, площадки это как раз таки сайты этих самых партнеров. Вы можете выбирать, на каких площадках показывать рекламу, на каких не показывать, как-то ограничивать. Либо вообще ни на каких площадках не показывать, а только показывать, скажем, на поисковых системах. Это целиком и полностью ваш выбор. Время. Временной таргетинг. Если говорить об инфопродуктах, то там нет смысла рекламировать только в рабочие часы. Но я вам вот что скажу. Опять же, вот такой мелкий совет, который я точно знаю, работает. Множество оффлайновых компаний, которые работают, скажем, с 8 утра, ну или там с 9 до скольки работают оффлайновые компании. До 5, наверное, да? Да, до 5, наверное. Вот. Они как раз таки эти самые главные объявления затачивают так, что... Ну, не затачивают, я имею в виду, а настраивают их показ только вот в эти часы. И таких компаний очень много в каждой нише. Так вот, фишка заключается в том, что в нерабочие часы в среднем цена клика гораздо ниже. Поэтому вы опять же можете, поскольку вы как раз сотрудничаете с интернет-предпринимателями, у которых заказы принимаются круглосуточно, вы можете использовать эту фишку и для объявлений показываемых в ночные часы назначать более низкую цену за клик. Да, трафика меньше, в рабочие часы трафика в разы больше, но, тем не менее, ночью тоже есть трафик. И не только ночью, вечером с 5 до, скажем, 9. Это один из самых посещаемых периодов по времени. Поэтому вы можете настраивать также временной таргетинг. В Яндекс.Директ есть такая фишка, как автофокус. Не знаю, как насчет других систем контекстной рекламы. Непрофессионально этим занимаюсь и вообще не занимаюсь, поэтому не могу точно сказать. Но в Яндекс.Директе есть возможность автоматического уточнения фраз. Минус-слова. То есть есть ключевые слова. Вы там, допустим, вбиваете инвестирование, форекс, акции, паи. И вот по этим словам показываете свои объявления. Есть минус-слова. Например, бесплатно. Вы не хотите, чтобы, если человек вбивает инвестирование бесплатно или инвестирование скачать бесплатно, чтобы ваше объявление показывалось. Или инвестирование реферат. Очень популярные запросы в комбинации с словами реферат, бесплатно, скачать, торрент. Это все мусорные слова. Люди, которые вбивают их, никогда не будут что-то покупать. В очень редких случаях исключения бывают, которые даже рассматривать не стоит. Они лежат в пределах статистической погрешности. Минус-слова. Это тоже возможность настройки. И, наконец, тестирование. Я уже говорил, что у Google есть такая функция. Не знаю, есть ли она у Яндекса. Возможно, сейчас нет. Возможно, на момент просмотра данного видео она уже появилась. Насчет бегуна тоже вам не скажу точно. Но вы можете тестировать даже своими силами, размещая рекламные сайты на своих доменах. То есть, главный смысл этого слайда, который получился вот таким вот загруженным словами, это то, что в контекстной рекламе есть возможность очень гибкой настройки показа ваших объявлений и не показа ваших объявлений. Теперь я хотел бы дать вам два небольших практических совета. Потому что это советы не высосаны из пальца и не взяты из головы. А советы взяты из реального опыта. Люди спрашивают, я им хочу сразу, вернее, не им, а вам сразу же ответить на возможные ваши вопросы. Первое. Пользоваться менеджером, которых предлагают системы контекста рекламы, невыгодно. То есть, есть различные фирмы, которые говорят вам, давайте вы нам деньги дадите, а мы вас классно порекламируем в Google или в Яндекс. У того же Яндекс.Директ есть тарифный план легкий или беззаботный, не помню, как он называется, где вы просто платите деньги, даете ссылку на рекламный сайт, а дальше менеджеры системы Яндекс.Директ вам все настраивают. То же самое есть у бегуна. Этим пользоваться невыгодно. То есть, это реальный практический опыт. Почему? Потому что, во-первых, ваши комиссионные в общем случае составляют порядка 30% от стоимости продукта. То есть, вы вот в этих диапазонах, берем там продукт стоимостью 3000 рублей, 30% комиссионных это 900 рублей. Вы не можете, потратив 900 рублей, не совершить одной продажи, потому что в этом случае вы уйдете в минус. Так вот, действительно, практика показывает, что если нанимать людей, которые будут за вас настраивать эти самые контекстные объявления, то вы никогда не выйдете в плюс. Я, кстати, тоже над этим думал. То есть, ну неужели вот такие вот яйцеголовые менеджеры сидят в тех же самых системах контекста рекламы. Вот понял, что если бы на самом деле это было выгодно, возникла бы парадоксальная ситуация. То есть, любой партнер, то есть, это получился бы самый настоящий способ вообще заработать, ничего не делая. Это получилось бы самое настоящее безрисковое инвестирование, чего в природе не существует. То есть, вы регистрируетесь в партнерке, что само по себе бесплатно, платите, скажем, 1000 рублей менеджеру, он вам делает продаж на 2000. Вы платите еще 1000, получаете 2000 рублей. То есть, это получился бы такой самый настоящий обменный пункт. Приносите рубль, получаете там 2 или 3 обмен. Этого быть в природе не может, потому что желающих заработать, ничего не делая, всегда в разы, в десятки, в сотни, в тысячи раз, чем желающих работать и рассчитывающих впоследствии получить за это вознаграждение. Поэтому сразу же вас предостерегают никаких легких тарифных планов, никаких там, никакого найма специалистов, которые бы за вас все это настраивали. Это не рентабельно, это реально подкреплено практическим опытом. Поэтому данный совет является практическим. Второй практический совет – это использование собственного доменного имени. Я думаю, что в дополнение к данному курсу придется записать отдельный урок. Это не так сложно и не так затратно. Зарегистрировать собственный домен стоит, ну, рублей 300, наверное, в год. Точно вам не скажу. Тут там хостинг копейки стоит буквально. Вам не нужен мощный сервер, мощный набор функций. Вам достаточно самого базового функционала. Естественно, это должен быть коммерческий хостинг, чтобы его в один прекрасный момент не закрыли. Но суть заключается в том, что вы размещаете на своем сервере копию продающего сайта, который вы рекламируете. Какие вам плюсы это дает? Во-первых, вы… Вот помните тот пример на Яндексе, когда я открыл и сказал, вот смотрите, на третьем месте киберсант инвестор и на четвертом киберсант инвестор. Как это возникла ситуация? Она возникла именно так, что партнеры рекламируют разные домены. За счет этого они не конкурируют с друг другом. Когда множество партнеров рекламируют один домен, во-первых, сам Яндекс к этому плохо относится. Ну, насчет Гугла точно вам не скажу. Ходили случаи, что там запрещена реклама партнерских ссылок. Кто-то говорит, что не запрещена и вполне себе успешно рекламируют. Но еще раз говорю, создание собственного домена и размещение на нем копии продающего текста – это незатратная и несложная техническая процедура. Поэтому я вам рекомендую под каждый рекламируемый вами сайт создавать отдельный домен. В крайнем случае, можете купить один домен и все продукты, которые вы рекламируете, на поддомены размещать. В дополнительном уроке, как я уже вам пообещал, поговорим о том, как это технически сделать. Теперь несколько советов по работе. Собственно говоря, наверное, самая практичная часть, потому что предыдущие мои советы, они были скорее общие, я как-то тезисно все описывал. Давайте поговорим конкретно, что нужно делать, чтобы действительно зарабатывать с помощью контекста рекламы. Единственное, что скажу, я физически не могу сейчас все вопросы осветить. Во-первых, я сам не являюсь экспертом в этой теме. Во-вторых, эта тема действительно не для одного урока, а для как минимум серии уроков. Но тем не менее, для старта вам этого будет достаточно. Во-первых, используйте таргетинг. То есть настраивайте свои объявления. Я уже сказал, что системы контекстной рекламы предоставляют возможности очень гибкой настройки. И вы не должны пренебрегать ни единой возможностью, которую предоставляют эти системы. То есть настраивайте страны, настраивайте языки. Что значит страны? Это значит, что если взять наши продукты, они прежде всего ориентированы на… Во-первых, они только народные ориентированы. Поэтому, скажем, для англоговорящих стран запрещено их рекламировать. Не в том плане, что правилами запрещено, а что вам невыгодно это будет. Скажем, показывать контекстное объявление в какой-нибудь Америке или в Канаде и даже в Западной Европе. Это бессмысленно. Там очень малый процент людей действительно готовы купить. И плюс трудности с доставкой. Поэтому у нас есть доставка по России. Ну, вообще у нас доставка по всему миру, кроме Грузии, поскольку доставляется через почту России. Но у нас есть наложенный платеж по России и по Украине. Это порядка 90% всего трафика, который приходит на наши сайты. Наверное, даже больше. Так вот, прежде всего, по России и Украине надо показывать контекстное объявление. Я вам лично запрещаю рекламировать на англоязычных ресурсах эти объявления. Опять же, это может заключаться просто в одной маленькой настройке, которую вы забыли там нажать. Но я вот реально говорю из опыта, что бывает, что бродишь по англоязычным сайтам и видишь русские контекстные объявления. Или наоборот, бродишь по русскоязычному сайту и видишь английское объявление, что просто нонсенс. 80% россиян не знают английского языка. И, соответственно, им показывать это объявление, это просто тратить деньги на ветер. Города. Тот же самый гео-таргетинг. То есть страны, города. Время, временной таргетинг. Я про него уже вам говорил, даже дал небольшой совет. Используйте все возможности для таргетинга, которые вам дает система контекстной рекламы. Второй совет по работе – это ключевые слова и минус-слова, так называемые ключи. Это очень важный момент, супер важный момент. Потому что от того, насколько правильно подобраны ключевые слова, зависит вообще все. Зависит то, сколько раз ваше объявление будет показываться. Зависит то, сколько вам будет стоить переход по ссылке. Потому что есть такое понятие, как минимальная цена клика. И в том числе будет зависеть, сколько людей кликнут по объявлению. Потому что даже по плохо составленному объявлению, но показанному нужному человеку, перейдет больше людей, чем по супер классному объявлению, супер цепляющим заголовком и магнитным описанием. И даже красивой ссылкой, но показанному человеку, которому эта тема неинтересна. Поэтому ключевые слова крайне важны. Это просто самая важная вещь в контекстной рекламе. Правильный подбор ключевых слов. Если вы вкладываете деньги в контекстную рекламу и ничего не зарабатываете, либо уходите в минус, то я вам даю 99% гарантию, что у вас проблема, ну ладно, не 99% гарантию, но 50% гарантию, что проблема именно в ключевых словах. Вы их неправильно подобрали. Объявление показывается неправильной аудиторией. И минус слова. Это тоже очень важно. Многие не используют минус слова и недоумевают, почему кликов так много, а заказов так мало. Стоит ли удивляться, что, скажем, ваше объявление по тому же самому запросу инвестирования было показано тысячу раз, не показано, а было тысячи переходов по нему, при этом не было заказов. Стоит ли удивляться этому, если вы узнаете, что 999 переходов было после вбивания в поисковую строку запроса «Скачать реферат по инвестированию». И вот 999 переходов – это были как раз студенты, которые ищут, или там школьники, реферат по инвестированию. Они кликнули на ваш сайт, посмотрели, что там какой-то продукт продается, закрыли, забыли, все, до свидания, они ничего не купили. Один человек действительно целевой, который интересовался инвестированием, зашел, но вот он не купил. Вы получили тысячу кликов, вы заплатили за это немалую сумму, вы ничего не заработали. Минус слова крайне важны. В интернете множество советов по правильному составлению минус слов. Я сейчас не буду здесь строить из себя эксперта и вам всех их перечислять, но советую на самом деле подойти к этому вопросу ответственно. И кроме того, советую вам зайти на наш сайт infoforum.ru, который является, как вы уже знаете, нашим форумом. Здесь в разделе партнерские программы, очень много партнеров на самом деле, пообщаться с ними, попросить их как раз помочь составлению минус слов, обменяться опытом, обменяться этими самыми минус словами. Потому что такие слова, как бесплатно, торрент, реферат, знакомство – это все слова, которые заранее говорят о том, что трафик не будет конвертироваться. Поэтому обязательно используйте правильные ключи и правильные минус слова. Третий совет – заголовок. Почему я вынес заголовок? Естественно, речь идет о вашем объявлении, о заголовке вашего объявления. То есть о том, что у вас показывается вот здесь. Как я зарабатываю 2231 доллар. Инвестиции без прикрас – вся правда. Секреты инвестора – практика. Достали крысины и бегай и так далее. Это и есть заголовки синим цветом. Почему я утверждаю, что правильный заголовок крайне важен? Потому что об этом говорит статистика. От того, насколько правильно составлен ваш заголовок, сумасшедшим образом, просто драматическим образом, зависит CTR. То есть соотношение людей, просмотревших объявление, к количеству людей, кликнувших по вашему объявлению, по отношению к количеству людей, просмотревших его. Один человек из 100 кликнул, CTR – один. Два человека из 100 – два. Один человек из 300 – это 0,33 и так далее. CTR очень важен, потому что он влияет на позицию вашего объявления как раз-таки в этой выдаче контекстных объявлений. Ну и плюс еще влияет цена клика. Обо всем этом вы можете почитать как раз в правилах той системы контекстной рекламы, с помощью которой собираетесь рекламироваться. Но вот о чем я хочу заострить ваше внимание прежде всего – это на правильно составленном заголовке. Потому что заголовок он должен цеплять, он должен быть специфичным, он должен обещать выгоду, он желательно должен содержать ключевое слово. Вот это главный совет. А вообще на тему строения заголовков можно написать книгу и не одну, и они написаны уже, вы можете поискать в интернете. Я просто вас заранее предупреждаю, что это очень важно. Правильный заголовок. И предвосхищая ваш вопрос, сразу же посоветую вам литературку на эту тему. Книга, в принципе, которую я сам в свое время с огромным интересом прочитал. Ее автор Вик Орлов. Называется «Суперзаголовок». Вы можете просто в Яндексе вбить «Орлов. Суперзаголовок» и выскочит огромное количество ссылок на то, чтобы скачать вот эту вот самую книгу. Раньше она была платной, сейчас, я так понимаю, она больше не продается, размещена на куче сайтов, поэтому ее вполне легально можно скачивать на них. Четвертый совет по работе – это использование слов-магнитов. То есть речь уже идет о тексте самого объявления, о теле объявления. Давайте посмотрим. Ну, здесь Яндекс там ничего контекстного не выкидывает. Вот это вот тело объявления, непосредственно его текст. Так вот, в нем, помимо ключевых слов, которые я также рекомендую использовать, обязательно нужно использовать слова-магниты. И вновь я вас отправляю в Яндекс. Вбиваете «Орлов» слова-магниты. Эту книгу Вик Орлов даже разместил на своем сайте бесплатно. В общем, она, по сути-то, своей книгой является весьма условно. То есть я вам даже сейчас ее покажу. Смотрите, здесь всего лишь 24 страницы, что не так мало. Но здесь две страницы приветствия, а дальше просто в алфавитном порядке вот эти самые слова-магниты. То есть слова, которые цепляют внимание, которые заставляют человека обратить на себя внимание. Я вам рекомендую вот как раз пользоваться этим справочником. Видите, здесь просто слова. Слова, 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 слова. И, ну, конечно, наизусть вы их все не выучите. Но в любом случае большинство из них, они действительно применимы. Могут быть применены в том числе и к вашим объявлениям. Поэтому я вам рекомендую использовать слова-магнит. Ну и, наконец, заключительный, нет, не заключительный, предпоследний совет по как раз таки вашим объявлениям. Это обещание выгоды как раз в теле, либо в заголовке вашего объявления. Выгода – это то, что заставляет людей становиться заинтересованными в том, что вы говорите. Любой человек, который вас слушает, он прежде всего задает себе вопрос. А какая выгода с этого мне? И это происходит всегда. Даете вы платный контент, даете вы бесплатный контент, или вы даже что-то рекламируете. Человек смотрит и про себя он думает, какая у меня с этого выгода. Поэтому если ваше контекстное объявление обещает некую выгоду, пускай даже скрыто, оно обязательно будет более эффективно. Давайте сейчас, чтобы не быть голословными, вернемся как раз к примеру с инвестированием. Вот смотрите, справа у нас вот эти самые контекстные объявления. То, о чем я говорю, Яндекс.Директовский. То, что эти объявления показываются по такому высококонкурентному запросу, как инвестирование, говорит о том, что они действительно грамотно составлены. Это тоже вам совет. Вы смотрите, какие другие объявления по вашей теме показываются, и не копируйте их, по крайней мере. Но пытайтесь понять эту логику и структуру, по которой они составлены. И вот смотрите, берем первое объявление. Как я зарабатываю 2231 доллар в месяц? Вот что в заголовке? Прежде всего, специфическая цифра. Цифры всегда привлекают внимание. Это факт, это используется повсеместно. Вы можете открыть газеты и увидеть, что в куче заголовков к статьям используются некие цифры, какие-то статистические данные, либо какие-то вымышленные. Но цифры привлекают внимание, причем не круглые, а такие какие-нибудь заковыристые. Например, 2231 доллар. Но неужели человек, который зарабатывает 2000 долларов в месяц, он там до бакса высчитывает буквально свою прибыль? Но это же нонсенс. Заголовок цепляет внимание за счет цифры, за счет самого вопросительного знака и за счет фразы «как я». То есть, во-первых, фраза «как» подразумевает, что сейчас расскажут «как». Она подразумевает, что сейчас будет обучение. Дальше «как я» она предполагает историю. То есть, истории также привлекают внимание. Когда говорят «как мне удалось то-то, то-то, то-то», люди сразу же затихают и начинают слушать. Они уже психологически готовы к тому, что им сейчас расскажут. И далее, вот как раз тело самого заголовка, то, что наиболее интересно, сидя дома, работая в интернете всего 2-3 часа в день. Опять же, есть цифра. Здесь, опять же, просто уточнение этой выгоды без ее называния. То есть, здесь не говорится, что начни зарабатывать 2000 долларов в месяц, потому что это уже какой-то слишком избитый трюк, и мало людей на него реагирует. Но в то же самое время любой человек, прочитавший такое объявление, он понимает, что сейчас ему расскажут, как он может зарабатывать 2000 долларов в месяц. Далее, второе объявление. «Инвестиции без прикрас – вся правда». Здесь уже мы видим нечто похожее на газетный заголовок, на то, что сейчас будет какая-то аналитика, на то, что людей готовят некому серьезному материалу, то, что им сейчас объяснят всю суть, расскажут всю правду, как говорят. Далее, вот то, о чем я говорю. Проверенный способ, проверенный пошаговый курс. Как стать олигархом? Стань одним из них. Какая здесь выгода? Стань олигархом. Люди хотят быть богатыми. Это факт. Люди хотят зарабатывать. И вот пример заголовка, который как раз-таки обещает эту выгоду. Смотрим дальше. «Советы инвестора практика». Видите, я уже оговариваю. «Секреты инвестора практика». Здесь использовано, во-первых, магнитное слово «секреты». И, во-вторых, слово «практика». Люди на самом деле устали от теории, от таких уроков, как данные. Они хотят практики, они хотят мяса. И особенно люди, которые хотят зарабатывать. Им не интересна энциклопедия интернет-заработка. Потому что люди не читают энциклопедии. Им интересен самоучитель. А еще лучше пошаговый самоучитель. А еще лучше секреты практика. Вот то, что цепляет людей. Поэтому данный заголовок, он тоже эффективен. И далее, пожалуйста, то, о чем я говорю, выгода. Узнайте огромное количество секретов и хитрости инвестора из первых рук. И восклицательный знак, который сам по себе подразумевает эмоциональность самого высказывания. Кстати, обратите внимание. Самое эффективное объявление с вопросительным знаком. В теле использован восклицательный знак. В объявлении, которое на втором месте, два восклицательных знака. В объявлении, которое на третьем месте, есть восклицательный знак. В объявлении, которое на четвертом месте, есть вопросительный знак. Знаки пунктуации, они также очень важны. Поэтому рекомендую вам их использовать в том числе. Ну ладно, остальные уже объявления не будем рассматривать, потому что их здесь 24. Если мы сейчас все будем рассматривать, то мы просто с ума сойдем. Кстати, вот насчет вот этого баннера, коль скоро он нам попался на глаза, не собирался вам рассказывать. Это так называемая медийная реклама. Она пока что находится в зародышевом состоянии, но ее эффективность достаточно мала. Поэтому использовать ее не советую. Окей, пятый совет был. Выгода. В тексте вашего объявления, а лучше еще и в заголовке, формулируйте специфическую выгоду, которую получает человек. Это всегда окупается, это всегда привлекает внимание. И, наконец, шестой совет. Релевантность. В принципе, его можно было не выносить в отдельный совет. Потому что что такое релевантность? Это соответствие текста вашего объявления тому месту, где оно показывается. Это, естественно, регулируется тем, чем я сказал. Таргетингом и, в первую очередь, ключевыми минус-словами. Но почему я вынес это в отдельный совет? Я хочу, чтобы вы всегда держали это в голове. Релевантность, соответствие, уместность. Это контекстная реклама. Здесь, прежде всего, объявление должно быть уместно по содержанию тому месту, где оно размещено. Поэтому всегда при составлении, при тестировании своих объявлений, при подборе ключевых слов держите в голове это слово. Релевантность. Ваше объявление должно быть релевантно. Таким образом, суммируя все вместе, можно вывести очень простую формулу успеха. Это самый настоящий секрет успеха, который все ищут, но почему-то не находят. Секрет успеха в контекстной рекламе очень просто, одновременно сложен. Почему он сложен? Я об этом в первой части в самом-самом начале говорил. Контекстная реклама – очень опасный способ рекламы. В том плане, что у него вполне себе немало минусов. Но, тем не менее, есть секрет, который, тем не менее, не так уж и секретен. Это правильные ключевые слова, это тестирование и это анализ. Вот это три самых важных вещи, которые вы можете вообще, обучаясь искусству контекстной рекламы, услышать. Правильные ключевые слова. Тестирование. То есть постоянная проверка того, какое объявление работает лучше. Отключение неработающих объявлений. Улучшение работающих объявлений. Это называется тестирование. Вы всегда должны пробовать разные заголовки, разные тексты, разные ключевые слова. Это тестирование, это бесконечный процесс, но он всегда окупается. Потому что вот вы взяли два объявления, одно сработало лучше. Вы взяли второе, сравнили его с третьим. Вы взяли четвертое, сравнили его с пятым. Таким образом, после каждого теста у вас появляется лучшее, 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 лучшее объявление. Благодаря этому результаты всегда будут только улучшаться. И третья составляющая секрета успеха в контекстной рекламе – это анализ. То, о чем я говорил. Важно постоянно анализировать, прежде всего, возврат средств. То есть, сколько вы вложили, сколько вы получили обратно. Анализировать, естественно, все основные параметры. Анализировать то, какие объявления не работают и почему. Какие работают и почему. И, естественно, делать выводы. Вот и весь секрет успеха. Правильные ключевые слова. Постоянное тестирование. И регулярный анализ. Вот это основное. На этом все базируется. В заключение, чтобы наш урок получился максимально практичным, хотя он и уже длится порядка получаса. Немного цифр. Потому что новички на самом деле не знают статистики, что неудивительно. Поэтому могут пугаться тому, что не знают, насколько их результаты отклоняются от нормы. Я сейчас говорю о основных параметрах. Итак, CTR. Click Through Rate. То есть, соотношение кликнувших по объявлению к просмотревшему объявление. 100 человек просмотрело, 1 человек кликнул. CTR равен 1. 100 человек просмотрело, 2 человека кликнули. CTR равен 2. И так далее. Хороший CTR – это единица. То есть, если каждый сотый человек просмотревший ваше объявление по нему кликает, это хороший CTR. Совершенно сумасшедшие CTR – это порядка 2-3. CTR – это безразмерная величина. Хотя, в принципе, считается она по формуле, как считаются проценты. Поэтому можно говорить, что это проценты. 3-4-5 процентов – это сумасшедший CTR для контекстной рекламы. Меньший процент единицы – это, в принципе, не такой уж страшный CTR, но всегда стремитесь к единице. То есть, как раз в предыдущем слайде я говорил о том, что важно тестировать, постоянно разные объявления сравнивать между собой. Старайтесь сравнивая объявления, не останавливая тестирование хотя бы, пока CTR не будет равен 1. Если ваше объявление будет иметь CTR-1, то, скорее всего, вы будете очень рентабельны. То есть, вы будете зарабатывать на партнерках. Здесь, конечно, многое еще зависит от цены, которую вы назначите за клик. Далее. Конверсия. То есть, количество людей, кликнувших по ссылке, по отношению, вернее, к количеству людей, заказавших впоследствии продукт, а вернее, даже не так, вернее, оплативших продукт, количество людей, которые кликнули по вашей ссылке. Это называется конверсия. Допустим, было 100 человек перешли по вашей ссылке, и один человек купил продукт. Конверсия равна 1%. Нормальная конверсия для инфопродуктов в Рунете, я имею в виду, скажем так, не дешевые продукты за 300-400 рублей, а такие полноценные курсы, которые мы издаем в издательстве InfoDVD, например, стоимостью 2-3 тысячи рублей и выше. Нормальная конверсия таких продуктов от 0,5 до 1%. Но, опять же, от 0,5 до 1% это нормально, хорошая конверсия. Если у вас меньше, чем 0,5, значит, вы что-то делаете не так, потому что у нас по всем продуктам, по всем партнерам средняя конверсия порядка 0,6%. Поэтому даже если у вас меньше, чем 0,5, это значит, что явно что-то не так с вашими ключевыми словами, с вашим таргетингом, с вашим заголовком, вероятно, и так далее. Есть партнеры, у которых конверсия реально стабильно выше процента. Это люди, которые действительно грамотные объявления составляют, грамотно подбирают слова. Но если ваша конверсия составляет 1%, все в порядке, переживать нечего. Ну и, наконец, количество кликов до первой продажи. То есть больше всего начинающих партнеров волнует. Вот они пришли в какую-то партнерскую программу, начали рекламировать продукт и, ну, соответственно, вкладывают деньги в контекстную рекламу. Показы идут, ключевые слова вроде бы нормально составлены. Люди кликают по объявлениям, деньги со счета снимаются, а продаж нет. Вот сколько ждать продаж, прежде чем бросить эту партнерскую программу. То есть здесь тоже такой игровой элемент, как в рулетке. Вот сколько ты будешь ставить на красное, пока оно все-таки не выпадет. Так вот, бывалые партнеры советуют бросать партнерскую программу, если после 250-300 кликов нету продаж. Но этот совет, он относится, я вам скажу честно, он относится к партнерским программам интернет-предпринимателей, которые, скажем так, малоизвестны. Либо там начинающий, либо какой-то новый продукт выпустил предприниматель и открыл к нему партнерскую программу. То да, действительно, здесь есть сомнения и в честности автора. То есть начисляет ли он реально комиссионные и в работоспособности этого скрипта, который он использует. Да, и в том вообще, насколько у вас требована тема. Если же говорить, скажем, о нас, об издательстве InfoDVD, которое уже давным-давно занимается продажей обучающей информации на DVD, у которой все продукты собраны в рамках единой партнерской программы, все они подключены к партнерской программе и их раскручивает огромное количество партнеров. И все они протестированы, прежде всего, и все они востребованы, потому что невостребованные продукты мы не продаем. То здесь, конечно, если вы видите такую ситуацию, что у вас те самые пресловутые 250-300 кликов и нет продаж, проблема в данном случае именно в том, что у вас плохо составлено объявление, неправильно подобраны ключи, что-то с таргетингом. В общем, проблемы нет с продуктами. То есть этот совет, он относится именно к той ситуации, когда вы вступаете в новую партнерку и не знаете, вы там честные, значит, продавцы или не честные, востребованные продукты или нет. Если вы сотрудничаете с таким партнером, как InfoDVD, здесь, я думаю, сомневаться вам самим глупо в нашей честности и сомневаться в том, что наши продукты востребованы, тоже глупо, потому что какой нам смысл, вот, скажем, у нас 8 продуктов, какой нам смысл держать в рамках партнерской программы 9 продукт, который не востребован, который не продается. Ведь мы на этом теряем и имидж, потому что наши партнеры на этом не зарабатывают. Мы сами на этом не зарабатываем, но какой нам смысл его держать? Поэтому мы не продаем непродающихся продуктов. И в этом случае, если вы видите, что у вас даже не 250, а 200 кликов и нет продаж, пытайтесь что-то изменить, тестируйте объявления, меняйте тексты, меняйте заголовки. Но, в общем, не сидите на месте и не надо пенять на продукты, мол, они не востребованы. Надо прежде всего искать причину в себе и в своих рекламных компаниях. Вот, собственно, и все, что я вам заготовил. Если вас эта тема, тема контекста рекламы, заинтересовала сильно, то, естественно, рекомендую вам пройти обучение по каким-нибудь платным курсам. Что касается нас, у нас, значит, есть в продаже курс «Киберсант Партнер» сайт в сети partner.info.dvd.ru. Это курс по работе в Яндекс.Директ. Его автор Алексей Сергеевич, который в свое время, на момент записи данного курса, был самым успешным участником партнерской программы от InfoDVD. Поэтому данный курс смело вам рекомендую. И люди, которые действительно применяют сайт из данного курса на практике, они получают результаты. Кроме того, мы готовим в том числе и обновление данного курса. Что касается Google AdWords, никаких курсов вам советовать не могу и не буду. Но в то же самое время мы в издательстве InfoDVD планируем к концу 2010 года успеть завершить разработку данного курса. Есть уже автор, специалист в системе Google AdWords. И если все пройдет как запланировано, то к концу 2010 года курс по AdWords будет. Об этом вы также узнаете из рассылки. Если вы на нее не подписаны, то сделайте это, зайдя на сайт infodvd.ru. В общем, я вам рекомендую в том числе использовать и обучение с помощью обучающих курсов, потому что это действительно, как показывает практика, оправдывать себя. И если вы действительно будете использовать советы из платных обучающих курсов на практике, вы будете зарабатывать гораздо быстрее и больше. Но, тем не менее, данный курс полностью бесплатен. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте данную информацию как сугубо рекламную. Она такая же информативная. То есть, просто чтобы вы знали, что мы в издательстве InfoDVD в том числе и платные продукты разрабатываем на эту тему. Если вы об этом не знали, то теперь знаете. Ну что ж, на этом данный урок заканчиваем. Следующий урок, надеюсь, получится менее продолжительным. В нем поговорим о том, как покупать рекламу на сторонних ресурсах. То есть, мы говорили уже о том, как рекламироваться на публичных ресурсах. Сейчас поговорим о том, как рекламироваться платно на посещаемых сайтах, рассылках и так далее. Спасибо за просмотр большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!